Друзья, всем привет! Сегодня хотелось бы поговорить о хорошей и необычной новости. Гений Кодзима каким-то образом смог выкупить права на франшизу Death Stranding и абсолютно внезапно для всех выпустил игру для Xbox. Причем сделал он это в достаточно интересный день, в день релиза PlayStation 5 Pro. И тут как бы непонятно, для кого этот подарок был адресован, для боксеров или же для руководства Sony. Но как бы там ни было, подарок получился достаточно приятный и неожиданный. И спасибо ему большое за это. И вообще удивительно, что это стало возможным. Я, честно говоря, не надеялся когда-либо увидеть Death Stranding на Xbox. Ну, по ряду причин, достаточно очевидным причинам, да. Ну, во-первых, это эксклюзив PlayStation. И, во-вторых, игра создана полностью на движке Death Sima. То есть, в движке, который принадлежит PlayStation и разработан внутренней студией PlayStation. И разработка Death Stranding была полностью профинансирована PlayStation. И получается, что бывший эксклюзив PlayStation создан на деньги PlayStation на движке PlayStation выходит на Xbox. Ну, это просто... Sony всегда при любых малейших возможностях блочит выход игр на Xbox. А тут прям у них все карты в рукавах были, чтобы блокнуть игру навсегда. И они легко из-за движка могли это сделать. Даже с тем учетом, что все права на игру у Кодзимы. Я не перестаю поражаться этой личности. И такое действительно смог бы провернуть только гений Кодзима. Я реально не знаю, как у него это вышло. Но я просто похлопаю. Красавец. Ну, и, конечно же, я не удивился бы, если бы, там, условно, майки помогли бы финансово Кодзиме выкупить права на игру. С тем условием, что игра выйдет на Xbox. Ну, и, соответственно, теперь есть все шансы, что вторая часть также выйдет на Xbox. Что, как бы, еще одна действительно, ну, отличная новость. Я знаю, что многим первая часть не сильно зашла из-за геймплея. Я и сам не особо-то распробовал первую часть. Но я надеюсь, что во второй части геймплей повеселеет и улучшится. Так как по сюжету и погружению в атмосферу игра, ну, из того, что я видел, прям великолепна. И по такому случаю, наверное, обязательно попробую пройти ее снова, особенно в преддверии выхода второй части. И я вижу, как сейчас многие хайпуют на таких новостях, что это только начало. И Sony продолжит сливать свои игры на Xbox. Но я бы сильно не настраивался бы на это, потому что, ну, во-первых, тут ситуация такая, что Кодзима выкупил права на игру и выпустил самостоятельно игру на Xbox. Почему Sony это допустила из-за движка, вопрос, как бы, остается открытым, да? Но! Именно непосредственно, что касается Sony, да, и ее игр, то она никогда в жизни не допустит ни одной собственной игры на Xbox. У них такая политика, такое видение, их бизнес так работает, что он построен на эксклюзивах, по-другому он не заработает. И бизнес PlayStation отличается от видения игрового подразделения Xbox, которые стараются зарабатывать везде, но при этом дают преимущество своим игрокам в виде геймпасса с играми первого дня. То есть, бокс, он такой более дружелюбный, более открытый, по-другому она более агрессивна в этом плане. Но то, что Sony допустила выход игры на своем движке на Xbox, действительно, меня лично не перестает поражать, даже спустя сутки. И я еще буду, наверное, долго думать над этой ситуацией, потому что это что-то нетипичное в поведении Sony. Почему они это допустили? И почему они вообще отпустили эту франшизу и дали ее выкупить Кодзиме? И почему так вышло? Насколько мы все знаем, да, Sony, она, то есть, если игра не взлетает или там, ну, они просто в ней не заинтересованы, они ее не продают, они просто дают ей спокойно умереть. Они ее не продвигают нигде больше, все, вот она не взлетела на плойке, все, конец, конец истории. Они не дают ей второй шанс там на ПК или там, тем более на Xbox второй шанс, да, таких примеров куча. То есть, такое вообще сложно было вообразить, что хоть какая-то франшиза, да, которая принадлежит плойке, она могла уйти куда-то еще. Она либо остается на плойке, она успешна, либо она просто умирает, других вариантов нет. Поэтому, как бы, вообще непонятно, на каких условиях это все произошло. Сейчас можно только догадываться и, надеюсь, в будущем у нас появится больше ответов на этот вопрос, потому что это все очень интересно. Но, знаете, единственное такое логичное объяснение, которое в голове у меня сейчас крутится, это то, что Кодзима с помощью денег Microsoft предложил хорошую сумму Sony, которая, ну, сейчас нуждается в них. И они подумали, что эта франшиза для них не так важна и в целом, окей, выпускайте где хотите, в этот момент нам деньги важнее. Я думаю, все в курсе, что у Sony сейчас наличными туговато из-за нескольких серьезных провалов, да, и таких просчетов. И, возможно, деньги сейчас им важнее, и они пытаются выгрызти по максимуму отовсюду, где только могут. А Кодзима, подчував этот момент, решил вырваться на свободу, ну, как-то так. Ну, по крайней мере, это единственное логичное объяснение для меня, как бы там ни было, Кодзима свободен, и я рад за него. И я думаю, боксерам, кто хочет поддержать такой выбор Кодзимы, и то, что он добился такой возможности, я думаю, стоит его поддержать и купить его игру, и дать ей шанс удивить нас всех, да. Ну, по крайней мере, я точно так сделаю. Пишите, что вы думаете по всей этой нестандартной ситуации, почему это вообще стало возможно. Давайте обсудим в комментариях. И до встречи в новых видео и стримах. Пока-пока.